Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. На улице Радужная недавно открылся новый мини-детский сад. Да чем, собственно, отличается этот уникальный, замечательный детский садик от полного образовательного учреждения для ребенка? Да ничем. В научно-культурном центре музея-заповедника Горки-Ленинский работает необычная выставка. Как музей исторический мы сосредоточились на конкретном периоде. Это рубеж 19-го, начало 20-го века. Видновское благочиние уже в седьмой раз проводит интеллектуальную викторину «Что, где, когда». Они знают эти ответы. Это очень хороший сигнал понимания того, что у нас есть светлое будущее. Мини-детские сады по комфорту и объему услуг не должны уступать обычным детским садам. В этом уверена заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова, которая посетила недавно открывшийся полисадик на Радужной улице. О том, как там живется малышам, в сюжете Татьяны Брыловой. Радужная, дом 8. Именно здесь в декабре прошлого года открылся мини-детский сад. На сегодняшний день в муниципалитете он стал самым большим. На 463 квадратных метрах расположились четыре группы для 120 детей – прачечная и пищеблок. Заместитель главы администрации Татьяна Квасникова с интересом осмотрела все помещения и познакомилась с ребятами. Во всех группах идут занятия. Ребята знакомятся с военными профессиями. Начальник управления образования Наталья Киселева включилась в интересный урок. Полисадик стал частью детского сада номер 5 «Улыбка», который располагается неподалеку на Битцевском проезде. Да чем, собственно, отличается этот уникальный, замечательный детский садик от полного образовательного учреждения для ребенка? Да ничем. Есть все. Есть место для игры, есть место для приема пищи, есть место для того, чтобы тихий час провести. Можно и оборудовано полностью помещение и предоставлены возможности для музыкального занятия. Современный ремонт, современное оборудование, современная мебель, которая удобна и в пользовании, и в развитии ребенка, современные игрушки, методические пособия. То есть детям будет интересно. Хотя группы полностью укомплектованы, ребят сегодня немного. Остальные пока готовят документы и проходят медосмотры. Родители могут прийти в сад, чтобы получить всю информацию из первых уст. Подойти в наш главный корпус, это Битцевский проезд, дом 19. Там мы с вами заключим договор, напишем заявление на зачисление, а далее вы пойдете проходить медицинскую комиссию. Молодая мама Алена Аброськина будет сюда водить сына Даниила, чему несравненно рада. Давно уже хотели попасть в этот, ну вообще в сад, да, нам в принципе не особо было так принципиально, вот, потому что нам уже, ну как-то три года есть и уже больше, вот, соответственно, я считаю, что ребенок уже должен ходить в сад и развиваться и общаться с детками. Креативные, увлеченные своей работой воспитатели – большая находка для сада. Анна Сметанина с до столь коротких срок работы в группе нашла контакт и с детьми, и с родителями. Любознательные детки, миллион вопросов, и сразу все вместе, все подряд, стараемся все подряд объяснить качество преподавания наше тоже, чтобы с детками соответствовало нашему такому красивому детскому саду. Ну а найти подход к малышам оказалось не так уж и сложно и нам. Нужно было просто начать с ними играть. Я сегодня уходила на работу и не успела досушить волосы. Майя мне поможет сделать красивую прическу. Правда? Получается? Вот так. Все, я готова уже на работу? Нет еще? Еще что-то будешь делать? Это что такое? Заколку ты хочешь мне прицепить? Ну все, я буду вообще суперзвезда сегодня. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Все. Красота? Готова на работу? Все, готова на работу. 24 февраля на базе общественной палаты Ленинского городского округа начал работу пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Жители муниципалитета откликнулись на призыв о помощи нуждающимся. Различные товары приносят как частные лица, так и представители общественных организаций. На отгрузки очередной партии гуманитарной помощи побывала наша съемочная группа. Это не первый раз, когда общественная палата Ленинского городского округа оперативно реагирует на кризисную ситуацию. Эффективность своей работы представители организации уже показали в начале пандемии COVID-19. Сейчас по поручению Московской областной общественной палаты организовали пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Отрадно, что на самом деле в оперативном формате все нас поддержали, все подключились. Уже есть соответственно все необходимые элементы для того, чтобы эта помощь была аккуратно скомпонована, отсортирована, оформлена и доставлена. Со всеми инстанциями есть абсолютно стопроцентная договоренность. Работаем мы 7-9 неделю, режим есть. Единственное очень важное требование к продуктам и товарам, которые нам приносят. Все вещи должны быть обязательно новыми, с бирками. Продукты не принимаются. Исключение – детское питание с большим сроком годности. Все должно быть в упаковке новое. Вещи в бэушные мы не принимаем, к сожалению. Не принимаем. Нет, не принимаем. С полным перечнем товаров, которые принимают пункт, можно ознакомиться на официальных страничках общественной палаты округа в социальных сетях. Представители организации отмечают, жители к акции присоединяются охотно. Ежедневно гуманитарную помощь сюда приносят десятки людей. У нас проспект Ленинского комсомола, дом 23, корпус 3, помещение 128. Здесь в помещении общественной палаты организован сбор гуманитарной помощи. Мы только собираем, формируем коробки, делаем опись этих коробок и отправляем в пункты, где уже по назначению эта помощь будет распределяться. Гуманитарная помощь поступает не только от частных лиц. Большие партии необходимых вещей привозят и общественные объединения. Так представители региональной армянской диаспоры Мертун на днях отгрузили несколько мешков с одеялами и одноразовой посудой. Мы считаем, что это очень важно для жителей, людей, которые находятся в трудном положении. Это будет моральная поддержка, во-первых. И это будет надежда у них в сердцах, что они не одни. Мы все с одной семьи Советского Союза воспитались фундаментально. Как бы сложилась наша жизнь, все идет оттуда. Все мы были в одном доме. И с детства нас учили наши мультики. Кто сам стучался на наш лек, скорее поймут другого. Наш народ, армянский народ многострадальный, перенес не один такой период, когда мы были беженцами и гонимыми. Поэтому мы решили помочь от своего общества. Пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из Луганской и Донецкой республик работает 7 дней в неделю. В будни с 10 до 20 часов, выходные с 11 до 16. Если у вас остались вопросы, телефон для справок 8-495-107-5142. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. В научно-культурном центре музея-заповедника Горки-Ленинске открылась необычная выставка. Она получила название «В чем моя вера?». Наш корреспондент Максим Козлов побеседовал с одним из авторов экспозиции Светланы Генераловой. Рассказывать о подобных инсталляциях – дело неблагодарное. Здесь минимум исторических артефактов, а главный акцент сделан на цитатах ученых, философов и священников. Название концептуальной выставки «В чем моя вера?» авторы позаимствовали у Льва Николаевича Толстого. Именно так называется его религиозно-философский трактат, где писатель изложил свой взгляд на понятие веры в Бога. Слово «концептуальное» в ее названии очень важное. Это наша претензия на то, что людям тема важна. Вот этот вопрос, который мы здесь ставим «В чем моя вера?», он каждого как-то заденет и заставит подумать. А вот сама выставка, она поможет расширить поле этих размышлений, поможет направить их куда-то. Каждое изображение, каждая деталь этой выставки максимально наполнены символизмом. Будь то витрувианский человек Леонардо да Винчи, карточный домик, сложенный из подшивок журнала «Безбожник» или скульптура Дмитрия Шадра «Булыжник. Оружие пролетариата». Как музей исторический мы сосредоточились на конкретном периоде. Это рубеж 19-го, начало 20-го века. И момент, когда не только в России, но и вообще в Европе в целом населел такой кризис, в том числе и духовный. Ведь революции, войны, они не происходят только просто так. То есть им предшествует неспособность общества решить какие-то важные проблемы. Эта выставка – приглашение к размышлению на одну из самых сложных тем в жизни как отдельного человека, так и всего человечества. Авторы не дают готовых рецептов или подсказок. По их замыслу каждый посетитель должен сам ответить на вопрос «В чем моя вера?». Люди очень много веков, тысячелетий как-то выстраивали свои отношения, называйте как хотите, с космосом, с вселенной, с природой, кто как. Но вера, религия, думы о других мирах, потусторонних, о высшем, о каких-то вечных законах, о важных ценностях – это же было всегда. Это сопровождает человечество в протяжении всей его жизни. Не обошлось и без применения современных технологий. Наведя телефонный QR-код, можно получить полный текст, из которого взята та или иная цитата. Выставка приурочена к освящению храма первосвятителей московских в поселке Горки-Ленинске. Это событие произошло ровно полгода назад. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Десять команд, масса интересных вопросов и не менее любопытных ответов. Видное Ское благочение уже в седьмой раз проводит интеллектуальную викторину «Что, где, когда» среди подростков из разных приходов московской и подольской епархий. Слово Екатерине Коваленко. «Что наша жизнь» и «Игра» в селе Остров прошел турнир «Что, где, когда», в которой юноши и девушки из приходов московской и подольской епархий состязались за звания самых умных и любознательных. Поддержать ребят в их стремлении к знаниям приехал архиепископ подольский Люберецкий Аксий. Они знают эти ответы. Это очень хороший сигнал понимания того, что у нас есть светлое будущее. Скажу вот такими вот высокими словами, но действительно так, что у нас есть замечательные дети, замечательная молодежь, которая любит свое Отечество, историю своего Отечества, историю нашей Церкви и никогда не будет пренебрегать теми ценностями и теми традициями, которые существуют в нашем народе. Такие интеллектуальные поединки проводятся в нашем округе уже в седьмой раз. И в этом году собралось максимальное количество участников – 10 команд и их болельщики. Сродилась традиция в кресторождественском храме села Беседы. И местная команда под названием «Филофея» не пропустила ни одного турнира. «Участвуем с самого начала этих игр. Так как в нашем храме они раньше проводили, у нас хорошая дружная команда, и мы понимаем друг друга с полуслова». Всего было три раунда. Несмотря на юный возраст, подростки давали оригинальные ответы и взяли немало сложных вопросов. Правила здесь такие же, как в знаменитой телепередаче. За столом шесть знатоков, а на обсуждение каждого вопроса дается всего одна минута, в течение которой игроки должны дать правильный ответ. Ведущим викторины стал обладатель «Хрустальной совы» лучшего игрока «Что, где, когда» 1989 года, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко. По мнению магистра, главный рецепт победы в викторине – интеллект и интуиция. «Чтобы они учились как-то улавливать идеи друг друга, развивать их. Порошилов тоже всегда говорил, что главное в игре – не знание. В конце концов, у кого-то лучше память, у кого-то хуже. Можно всегда посмотреть по энциклопедии, по словарю. А вот умение найти во время обсуждения зашифрованный в вопросе ответ – вот это высший пилотаж». Такой высший пилотаж показала команда «Патмос» из храма святых «Жон Мироносец» в Марьино. Ребята – лидеры по числу правильных ответов. И неспроста свой бэкграунд они оттачивают еженедельно. «У нас каждый сень тренировок». «Проводим тренировки, подобные игре». «Что, где, когда» в нашем муниципалитете надолго «Видновское благочение» планируют и дальше проводить интеллектуальную викторину. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В городских парках «Видного» всегда проводится много развлекательных мероприятий по выходным. Одним из таких стал День варежки, который состоялся в Расторгуевском парке в минувшую субботу. В Расторгуевском парке состоялся традиционный семейный праздник – День варежки. Это развлекательное мероприятие всегда проходит в конце зимы. Вот и на этот раз здесь собрались местные жители, чтобы хорошо отдохнуть в выходной день. День варежки – традиционное мероприятие именно Расторгуевского парка. Оно проводится уже много лет. Это в преддверии, так скажем, Масленицы. Да, мы всегда устраиваем мастер-классы, пляски, танцы, розыжки, некоторых таких призов интересных. Вместе с аниматорами дети водили хороводы, участвовали в развлекательных программах. МБУ по работе с молодежью «Энергия» подготовила для них мастер-класс по рукоделию. У нас сегодня день варежки, и мы творим варежки. Такие замечательные, интересные варежки, двухцветные, одноцветные. И кто какую хочет, это дети сами выбирают, из какого цвета они хотят сделать ее. Простая работа с фетром, с ниточкой, с иголочкой и с ленточкой с атласной. Напротив сцены был расположен символ праздника – варежка, на которой любой мог оставить свое пожелание. Также взрослые дети могли принять участие в лотерее. По чистой случайности Юлии Яковлевой удалось выиграть приз вместе со своим сыном. Сегодня мы счастливчики. Мы приехали на праздник варежки и ушли с урожаем подарков. Получили варежки и для меня, и для нашей любимой бабушки. Многие из местных жителей уже несколько лет подряд посещают этот праздник. А кто пришел в первый раз, остались довольны. Мне нравится, что в нашем маленьком парке проводят праздники, достаточно регулярно это делают. Очень весело, красиво. Супер, мы каждый год посещаем этот праздник варежки. Это очень-очень, как сказать, душевно, по-человечески, теплое. Как раз такое время сейчас. Вот такие праздники очень важны и очень нужны. На протяжении всего мероприятия перед собравшимися выступали творческие коллективы муниципалитета. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ И в заключении выпуска о погоде. Завтра будет солнечно, днем плюс один. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова